Стрельба из пневматической винтовки, атлетическое многоборье, равнение на знамя, фигурное вождение автомобиля, я гражданин России и военизированная эстафета. В борьбу за победу в открытом первенстве Ямала по военно-прикладным видам спорта «Патриот» вступили шесть сильнейших команд округа. В последний момент мы узнали, что пали в тройку. Это вот момент был такой, очень позитивный. Сборная воспитанников клуба «Форпост» в составе десяти человек составила серьезную конкуренцию командам из других муниципалитетов. Три девушки и семь юношей стали победителями на этапах. Конкурс спальных помещений и стрельба из пневматической винтовки. Ребята заняли второе место в атлетическом многоборье, конкурс сравнений на знамя и военизированной эстафете. Есть и личные достижения спортсменов. Личные победы у нас первое, второе, третье место у мальчика в стрельбе. У девочек второе место, это Юлия Тихомирова. Также у нас есть в подтягивании третье место, Гиздатуль Ленар занял. И третье место есть в гирях. В гирях это Мирановский и Дмитрий. Мы старались сделать не спеша, но правильно, чтобы не было ошибок. Возможно, именно такой подход и позволил воспитанникам форпоста завоевать третье место в первенстве «Патриот». А Артем Пынзарь, готовясь к этим соревнованиям, все свободное время проводил в военно-патриотическом клубе. В форпосте как бы военно-прикладное, то есть подготовка к армии, то есть это будет более полезно в жизни, чем волейбол. То есть и на форпосте у нас направлено как бы не на одно какое-то определенное занятие, допустим, как волейбол, а все в общем комплекс. То есть у нас есть военная подготовка, физическая подготовка, стрельба, плавание. Однако третье место в первенстве – не повод останавливаться на достигнутом. Всегда есть к чему стремиться, говорит тренер. Тренерским составом уже все обговорили, то, что больше надо уделять внимание физической форме, также бассейну, плаванию. Ну и не забывать про стрельбу, конечно. Победители и призеры в личном зачете награждены грамотами, медалями и денежными призами. За третье место в общем зачете команде военно-патриотического клуба «Форпост» вручили диплом, кубок, сертификат на получение денежной премии и путевки в летний оздоровительный лагерь «Юный капитан». Екатерина Склюева, Алексей Магин, Новости Губкинского.